Перед выездом на рыбалку я никогда женщину не беру на лодку. Почему? Нельзя. Говорят так. Эту примету Иван соблюдает всю жизнь, ведь удача здесь крайне важна. За смену в сети попадается от нескольких рыбешек до сотни килосельди. На вылов отправляются по старинке, в своей лодке и с минимальным набором снастей. Рыбный промысел для Ивана сейчас единственный способ заработать. В данный момент, кроме рыбалки, у вилка ничего нет. Рыбным промыслом занимается и Александр. Ловить рыбу здесь начал еще его дед. Бабушка же держала рыбацкую артель. Сети в Дунай Александр закидывает уже 33 года. Говорит, другой работы все равно нет. А это близка по духу. Я без этого не могу. Вот ощущение. Я без этого не могу. Вообще-то я по профессии механик. Судовой механик. У нас был флот, свой флот. В колхозе, рыбзавод. Рыбзавода нет. В колхозе тоже нет. Занимаемся сейчас на лодке. За заработком местные идут на предприятия, подписывают договоры. Ежедневно за уловом приплывают приемщики и забирают Дунайку на центральные склады. В последние 10 лет в Вилково начали появляться и фопы, которые сами ловят и сами реализуют рыбу. Общая ежегодная квота на вылов сообщают в управлении госрыбагентства. Около 450 тонн Дунайки. Сейчас сезон почти закончен. Квота выполнена на 98%. Кроме того, с 26 апреля сельдь уйдет на нерест. В этом году сезон замечательный. Очень много было поймано сельди. Такие года бывают редко. Но бывают. И в этом году кто хотел, тот и заработал из рыбаков. Выловленную здесь сельдь отправляют на рынки по всей Украине. И даже на экспорт за границу. Активно используется Дунайка и в локальной кухне. К примеру, местные могут добавлять ее в борщ вместо мяса. И вкусно, и полезно. С украинской Венеции. Лилия Гарапашная, Наталья Долбыш, телеканал Репортер.